Это видео посвящено структуре объекта информационной модели Вселенной. Это очень простая модель. Здесь есть понятие объект, есть понятие информация, то, что объединяет эти объекты, есть понятие система. Ну что, ну, допустим, смотрите. Ну, представьте себе, что есть человек некий, да, вот этот человек. Здесь нет понятия физики, химии, биологии. Ну, допустим, сейчас, сейчас, сейчас как происходит, допустим, некий объект, там включает человек, его изучают физики, его изучают химики, биологи, медики, там еще там кто-то, да, психологи и так далее. В этой системе нет этих понятий, в данном случае. В данном случае эти предметы, они являются, как бы, описанием объекта, да, то есть описанием объекта. Любой предмет, в данном случае, какое-то направление, да, это является описанием объекта. Значит, в общем случае, что такое? Ну, допустим, представим себе, что вот эта Вселенная, да, это она может выглядеть, как капля воды, в данном случае. Вернее, так в этой модели, так это я и обозначил, это просто капля воды, в данном случае. Почему? Это может быть маленькая капля, большая, там, ведро, я не знаю, там, мы не можем, мы не можем знать объема Вселенной, понимаете, да? Мы находимся внутри этой Вселенной. У нас нету для того, чтобы измерить, измерить объем, мы должны выйти, как бы, и выйти из этой системы, да, так сказать, найти какую-то линейку, какой-то предмет и измерять ее. Находясь внутри, нам абсолютно, в данном случае, это не определенное понятие, да, мы не можем определить. Находясь внутри, да, вы не можете определить, вы не знаете, в каком объеме вы находитесь. Можете находиться в таком объеме, можете в таком, может быть и в таком, да? Ну, какая у вас фантазия, понимаете? Насколько фантазия вам позволяет, настолько вы можете это объяснить, там, бесконечность говорить и так далее. Понятно, что в данном случае модель, если я говорю о капле, это означает, что у него есть границы. Никакого пространства, никакого пространства вне этих границ не существует. Пространство принадлежит объекту. Объекту принадлежит пространство, объекту принадлежит понятие «время», и объекту принадлежит понятие «форма». У объекта есть воля, в объекте присущи программы, энергия находится вне объекта, и информация находится внутри объекта, это то, что находится внутри объекта и за его пределами. Воля и программы – это то, что находится внутри объекта. Объект, проявляя свою волю, познанию, он, собственно говоря, привлекает энергию. При этом, когда он получает энергию, он уже может обладать некой информацией. Информация в данном случае запускает программы. Энергия, воля, проявляя себя, обладевает энергией. Информация получена, она запускает некие программы. Что это означает? Это означает, что когда создается некий объект, это означает, что все, допустим, планеты Земля, это Солнце, давайте вот это Солнце, это планета Земля. Естественно, что если вокруг нас находится жидкая вода в жатом виде, то есть это некий жидкий кристалл, то все, что внутри находится, оно, естественно, полуе, полуе, да? То есть это принимается, в данном случае, как зрёк воздуха. Естественно, полуе, и звёзды, и все планетоиды, они все полуе, в данном случае. Что между находится? Между находится вот эта среда, вот эта среда, в данном случае, это жидкий кристалл, ну, можно его назвать эфиром, например. Эфир, как среда, никуда не движется, все движется внутри эфира. В данном случае, почему движутся планеты, в данном случае, планеты, планеты движутся вокруг собственной оси, и вокруг, допустим, какого-то другого объекта, за счёт чего? За счёт того, что, что такое энергия, в данном случае, да, вот энергия. Вот, у нас есть некий, некое состояние, да, эфир, это вот, допустим, жидкая-жидкая вода, да? Что такое энергия, как она проявляет себя? В данном случае, когда мы видим движение, движение планет, таким образом, это иллюстрация понятия энергия. Что это означает? Что, ну, допустим, возьмём планету Земля, здесь есть внешнее магнитное поле, внутреннее магнитное поле, поле. Вот это внешнее магнитное поле, собственно говоря, его, оно, оно что делает? Оно защищает нас от нежелательной информации, в данном случае, да? А внутри, внутри планеты тоже есть Солнце, тоже есть звезда, там тоже есть атмосфера, и там тоже есть магнитное поле. И в данном случае, в данном случае, как я вот здесь нарисовал, давление внешнего магнитного поля на человека, и давление магнитного поля из внутренней части Земли, да, таким, таким образом, мы можем это, мы это видим, как, мы это определяем, как массу. То есть, масса, в данном случае, это просто разница давлений, давлений и Земли, и на Землю. И когда мы, естественно, что, естественно, тогда, тогда понятно, что никакой массы тела не существует, существует только понятие плотность, да? Если мы предполагаем, мы предполагаем, что давление сверху и снизу, оно, так сказать, в динамике, так сказать, в данном случае, это соотношение, оно одинаково, да? Каким образом может вести себя вот этот объект, да, в данном случае, человека? То есть, если его плотность, его выше, да, то он ощущается, он к Земле больше притянут, да, на нас, в случае, приток, приталкивает его. Если он становится воздушным шариком, да, тогда он, собственно говоря, может оторваться, то есть. Значит, самого понятия массы тела, массы, как массы тела, так сказать, в этой объектной модели не существует. Масса тела – это просто разница давлений. Разница, вообще, в данном случае, что такое энергия, да? Энергия, что это означает? Энергия, в данном случае, эфир, его задача, вот эту разницу потенциалов, то есть, допустим, потенциалов внешнего магнитного поля и внутреннего магнитного поля, они абсолютно различны, в данном случае, ну, как, допустим, плюсы и минусы, да? И задача эфира – уничтожить эту разницу потенциалов. Это не, в данном случае, это невозможно. И таким образом, вот эта невозможность, да, вот это воздействие, да, воздействие, оно проявляется в виде движения, движения, в данном случае, планеты вокруг собственной оси. Все планетоли, у которых отсутствует внешнее магнитное поле, да, они не движутся. И в данном случае, в данном случае планета, допустим, спутник, нашу луна, она просто не вращается вокруг собственной оси. не вращается, потому что у нее нет внешней атмосферы и внешнего магнитного поля. Она не может двигаться вокруг собственной оси. Так, что еще в данном случае? Смотрите, есть понятие объект, и что такое информация в данном случае? Смотрите, как передается информация, как передается свет, как передается тепло, как передается что-либо вообще, да, она передается посредством эфира. Что такое эфир со 100-100? Это он состоит из мельчайших неделимых атомов, в данном случае, да, которые абсолютно однородны. И, то есть, вот эта среда, вот эта среда, она абсолютно однородна. Там нет, в этой модели, она это, только поэтому может информация передаваться без искажения. И самая высокая плотность, естественно, среда однородная, и самая высокая плотность. Это означает, что скорость передачи информации, она мгновенна, в данном случае. То есть, что это означает? Это означает, что солнце, в данном случае, передает информацию посредством эфира, вот этой некой структуры. сам по себе эфир, он не нагревается, он ничего не делает, это просто то, что передает информацию. Представьте себе, что стоит огромная очередь, там 3000 человек, и я, например, хлопаю, то есть я произвел некое действие в данном случае, это как свойство. Я хлопнул в ладоши, и все за мной начинают тоже хлопать, так вот, в этой среде хлопок каждого абсолютно идентичен, то есть информация передается не искажая. В нашем случае, когда мы находимся здесь, у нас другая среда, она не такая плотная среда, поэтому когда я хлопаю в ладоши, тот человек, который рядом со мной стоит, он не слышит, он не может передать это свойство точно так же, как я его произвел, потому что он не может точно повторить. Естественно, есть понятие затухания в данном случае. Здесь нет понятия затухания. Естественно, что... Естественно, что... Что я еще хотел сказать? Что еще хотел? Ну, смотрите. Значит, смотрите. Объектно-информационная модель, система логического моделирования, это вот как бы теоретическая часть, и язык графической логики. Система логического моделирования, что это означает? Это означает, что вы должны полностью описать такое понятие, как Вселенная, да, в глобальном масштабе. И затем, затем, приближаясь, приближаясь, так сказать, вы начинаете понимать взаимоотношения в нем, вы приближаясь к этому объекту исследования, да, вы... Ваша задача смотреть, чтобы те логические системы, которые вы построили, описывая полностью объект, когда вы начинаете описывать объект более подробно, да, ваша задача смотреть, чтобы эта логическая структура, она осталась прежней, то есть логические взаимосвязи должны сохраниться. Это главная задача. Таким образом, вот это логическое моделирование, да, оно позволяет контролировать сам по себе процесс познания. Что такое язык графической логики? Язык графической логики – это язык плоской, динамической плоской графики, которая описывает объект, то есть описывает связи внутри объекта. Как я уже сказал, что в данном случае существует пространство объекта, существует время объекта. Что такое время в данном случае? Время – это, ну, допустим, у человека что такое время? Это частота и количество обновлений клеток организма, то есть мы, допустим, раз в 10 лет обновляемся и делаем это, допустим, 10 раз. Вот поэтому мы живем 100 лет. Этим процессом заведуют программы, понимаете, да? Программы, допустим, когда мы ходим, когда мы ходим, мы же не думаем, как нам ходить, правильно? Поэтому внутри нас есть некие программы. Эти программы, они в процессе, допустим, программа жизни, она тоже закладывается где-то до 14 лет. Можем ли мы влиять затем на эту программу? Да, можем, если мы понимаем, как это делать и для чего это делать. А так, на самом деле, программа существует. Вы можете жить плохо, хорошо, быть здоровым или больным. Когда программа закончится, человек уходит из этого мира. Он уходит из этого мира. Тогда, когда закончится программа. Понятно, что мы в данном случае, когда мы живем сейчас здесь, в этих условиях, когда мы едим пищу, так сказать, собственно говоря, мы питаемся энергией, энергия разрушения, да? То есть мы ездим на взрыве, то есть мы употребляем огонь, и такую же разрушенную пищу мы не кушаем, да? То есть мы ее разрушаем сначала, да? То есть когда мы ее готовим, мы разрушаем пищу. И таким образом мы питаемся вот этой энергией разрушения. Понятно, что мы не доживаем, да? Мы не доживаем до той программы, которая у нас есть. Но в данном случае это не всегда так. Дело в том, что ребенок сам, где-то до 12 лет, он примерно определяет, сколько он должен жить, понимаете? Когда он понимает, что такое бабушка, дедушка, что такое дети, что такое внуки, да? Когда он в социальную структуру вписывается, да? В общем, примерно он не может поставить себе, как бы, ну, скажем так, неосознанно, он не может, да, заложить, там, 200 или 300 лет. Он осознанно может, вопреки всему, заложить какую-то другую программу, да? Но неосознанно, неосознанно, так сказать. Как правило, он закладывает программу на основании того, что он видит, понимаете? Поэтому и существует, допустим, в одной области люди живут долго, да? Там, по 100 лет, а в другом районе, допустим, люди живут по 80 лет. Понимаете, они могут быть абсолютно не... Здесь не имеет значения, что они едят и как они это делают. Так, что еще хотел сказать? Смотрите. Ну, на самом деле, это сложная тема, я просто вам хотел объяснить, да? И тогда вот эта система, она практически объясняет все, что такое. Тогда понятно, откуда, что такое. Что такое, допустим, намагение. Это означает, что кто-либо, кто-либо изменил состав атмосферы, в данном случае, внешний, да? Изменяя этот состав атмосферы, что он делает? Он может увеличить давление. Он может увеличить давление. И, естественно, либо уменьшить давление. Если он уменьшает давление составом газа в атмосфере, вот это внутреннее давление этого магнитного поля, оно, собственно говоря, только именно поэтому происходит наводнение, да? Или же наоборот. Изменяя состав атмосферы, что происходит? Увеличивается давление, да? И, в данном случае, динозавры, как они, они должны, в данном случае, погибнуть? Они, крупные динозавры, естественно, должны, что взявиться? Они должны сломать ноги себе. После того, как увеличилось давление. И потоп, и обратное увеличение давления, в данном случае, все это делается рукотворно, кем-то, кем-то в данном случае. И мы с вами в следующем видео я вам объясню, с моей точки зрения, кем это делается, для чего это делается, зачем это делается и так далее. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы, потому что мне очень сложно. Ну, смысл, на самом деле, я так понял, что смысл, вы в какой-то мере поняли, о чем идет речь, да? И в дальнейшем, когда мы будем касаться других тем, вы поймете, о чем идет речь. И как я уже сказал, что все, в данном случае, тепло, смотрите, что такое энергия? Энергия, это означает, что существует разница потенциалов, среда, она должна уничтожить эту разницу потенциалов, а если это невозможно, тогда объект, в данном случае существует, он движется, то есть он должен двигаться, для того, чтобы среда не уничтожила вот эту разницу потенциалов. Если внутри человека, мы же, как аккумулятор, у нас есть щелочная среда и, допустим, кислотная среда. Вот эта разница потенциалов, она, пока мы живем, она существует, в данном случае. и ну, какой простой пример? Ну, представьте себе, что, когда мы говорим, когда мы говорим, произносим звуки, да, это тоже означает, собственно говоря, это означает, это означает, таким образом мы выражаем, ну, допустим, смотрите, если тело не движется, да, оно либо нагревается, либо и нагревается, и происходит шум, звук какой-то, да, то есть, допустим, смотрите, я, почему я говорю это, потому что я сам не могу этот проект, в данном случае, осуществить, да, если бы я это мог сделать, да, я бы вообще не говорил ничего, понимаете, да, то есть, когда вы начинаете говорить, это означает, что вы не можете сделать, и вы, собственно говоря, привлекаете внимание. Ну, хорошо, давайте остановимся, и, что у нас там, следующее, давайте посмотрим, так, следующее у нас, структура, население, и мы опишем, собственно говоря, какую же проблему, решает автономная система жительного обеспечения.